С вами новости спорта, я Марина Азябина. Здравствуйте и начну с автогонок. Ижевчанка Наталья Гольцова выиграла четырехчасовой марафон на выносливость Russian Endurace Challenge. Наталья вместе с партнерами по команде УГМК Моторспорт Андреем Масленоковым и Виталием Ларионовым на автомобиле Lada Kalina завоевала первое место в классе национальной, с чем мы их и поздравляем. Тем временем в Самаре прошли соревнования Приволжского федерального округа по бодибилдингу и бодифитнесу. Атлеты сборной Удмуртии завоевали четыре награды. Одну золотую, одну серебряную и две бронзовые. Отметим победительницу в категории бикини ростом до 163 см. Это Ирина Барышникова и вице-чемпионку в фитнесе Анастасию Слободчикову. И продолжаем поздравлять девушек. На этот раз футболиста Кижевского торпеда, которые одержали победу в стыковом матче против Казанского Мираса и вышли в финальный турнир, где перед ними стоят очень амбициозные задачи. Татьяна Мальцева расскажет об этом подробнее. Решающий матч позади, но эмоции еще не схлынули. Пан или пропал, продолжение футбольного праздника или конец игры. С таким багажом девушки приехали в Казань, а на поле вышли только за победой. И добились ее. Обе команды боролись. Были срез атак что с их стороны, что с нашей стороны. И перед первым голом получилось, что мы уже в атаке потеряли мяч. И атака началась с их срыва нашего рота. Но мы перехватили. И у нас получилось, что ускорение туда, ускорение обратно. И в итоге снова наше ускорение. В итоге забили гол. Да, эмоции, радость. Но нельзя останавливаться. Потому что бывает такое, у нас уже было такое, что мы забиваем гол, радость, расслабляемся. И тут же пропускаем свои ворота. Ну тут мы дружно как-то были, подсказывали друг другу. Не было такого там пихача, так скажем. То есть если человек ошибся, не надо на него там кричать. Наоборот, надо подсказать. Первый забили гол. И это такие эмоции, это крики, это всплеск, прям, я не знаю, адреналин. То есть очень круто. Я не знаю, я не испытывала, наверное, давно таких эмоций. 3-0 и проходной билет, финальный этап в кармане у ижевчанок. Теперь начинается все сначала. До решающего мини-турнира осталось не так много времени. Едем за призовым местом. Я для девчат, девчатам сразу сказал о том, что просто участвовать нам неинтересно. Наша задача показать себя самой лучшей стороной. Финальный рывок нашим девушкам предстоит сделать с 4 по 14 ноября. Турнир пройдет в Крымске. Отличились и каратисты на Кубке России по восточному боевому единоборству «Сютакан». Сборная Удмуртии выиграла 4 медали. Золото в копилку команды принесла Юлия Главацких. Ну а следующий старт у наших ребят в Греции. В составе сборной России 8 спортсменов из Удмуртии в конце ноября поедут на Кубок Европы. Радуют и сарапульские спортсмены. В Подмосковье на Кубке Федерации по смешанным боевым искусствам они выиграли 10 медалей. Два золота на счету Владислава Диулина. Он был лучшим в разделах «Элит» и «Шут». Первыми в разделе «Тактик» были Кирилл Русинов и Роман Крутехин. Все они воспитанники «Дюсш Энергия» и тренеров Юлия и Евгения Ломаевых. Кикбоксеры Удмуртии тоже привезли из Самары со всероссийского турнира целую россыпь наград. В разделах «Лайт», «Контакт» и «Поинтфайтинг» они завоевали 29 медалей. И 10 из них золотые. Поздравляем ребят и их наставников с успехом. Далее новости дзюдо. У руля Республиканской Федерации новый председатель Ильдар Бекбулатов. Он сам раньше занимался единоборствами и поэтому знает об этой спортивной дисциплине почти все. Наша съемочная группа встретилась с ними, поговорила о планах и перспективах развития дзюдо в Удмуртии. Планы, которые мы строим, они, конечно, амбициозны, может быть, но они реальны к выполнению. Ну, конечно, мы хотим, чтобы все-таки повысилась массовость этого вида спорта, потому как это воспитание патриотизма, это воспитание здорового образа жизни. Здесь мы видим увеличение количества спортивных залов. И, в принципе, вот на предстоящий период мы хотим, чтобы 10 спортивных залов появилось. Это и привлечение молодежи новой, это и тренерский состав, который необходимо там формировать будет и привлекать. Значит, после Олимпиады в Бразилии, мы думаем, что следующая Олимпиада, она будет в Японии. Значит, и есть планы, чтобы и наши спортсмены попали в состав сборной и, более того, подготовить их так, чтобы они стали победителями. Ну, это максимальная планка, чтобы они взяли золото, но как получится. В 2019 году самым знаковым спортивным событием, я думаю, что все-таки для республики будет это молодежное первенство Европы под ЗУДО. Провести такой турнир, вот такого уровня и такого масштаба, это все-таки ответственность. Справится столица. Европа – это немножко другой уровень. Это, прежде всего, наличие достаточно подходящего зала, где эти соревнования можно проводить. И, конечно, мы вот одной из ближайших целей, которая на сегодня уже реализуется, мы ставим это строительство дворца единоборств. Значит, универсального зала, который будет позволять не только, так сказать, в обычное время осуществлять тренировки по разным видам единоборств, но и в том числе проводить серьезные соревнования с трибунами и так далее. Такие объекты мы строили, значит, топы такой есть при поддержке с уровня Российской Федерации и, конечно, будет поддержка бюджета Узмурской Республики, мы надеемся. Мы это все сделаем. То есть, к соревнованиям этот объект будет готов. Еще одна новость. В Пензе стартовала всероссийская зимняя спартакиада среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В ней участвуют атлеты 14-18 лет. В программе настольный теннис, плавание, дартс, шахматы и шашки. В соревнованиях по плаванию, в частности, в эстафете сборная Удмуртии в составе Владимира Рычкова, Алексея Федорова и Андрея Мошкина выиграла серебряные медали. Это была последняя информация выпуска. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин